Но он не так, что вот как наши там ляпаются корабли, которые сейчас есть. Он был на высоте. То есть я к нему подошел, и они мне говорят, ты хочешь войти? Я сказал, да. Я ничего не боялся. Это все было на телепатическом уровне. Самое интересное, что я сейчас даже туда приезжаю, на Сан-Мартин, поднимаюсь наверх. У них так и осталось на этом. Такая радиация была. То есть видите, как трава. Рядом все растет нормально, а здесь ничего не растет. То есть я к ним абсолютно спокойно вошел в этот корабль. И что? Да. И я у них увидел вот эти вот свои спирали. И я им говорю, что... То есть вы уже имели их? Они у вас уже были? У них, они были на корабле. Я их тогда еще на земле не видел. И я говорю, что у нас на земле это есть. Они мне улыбнулись. Мне было этого достаточно, чтобы осознать, что их близко нет на земле. Когда я приехал в Нью-Йорк, я их нарисовал, все сделал и запатентовал. Мне мой лояр сказал, Саша, они же есть на земле у нас. Я говорю, ну ты поищи. Она поискала, говорит, нету. Я получил на это патент. Потом самое интересное произошло. К моему сыну приехала в гости одна женщина. Она тогда жила, по-моему, в Филадельфии. Она ясновидящая. И она сказала... Вдруг она увидела и стала плакать. И говорит, где ты их взял? Он говорит, это мой папа придумал. Она говорит, твой папа? Это мой папа, он 300 тысяч лет назад называет планету, был моим отцом. Вези его ко мне. Я вот уж рассказываю, так? Я вас попробую соединить с этой женщиной. Она вам может то же самое рассказать. Только она американка. Вот. Она пришла ко мне в офис и говорит мне, ты меня узнаешь, дед? Я говорю, нет. Она говорит, тогда сядь, я тебе спою песню, и ты, может быть, про меня вспомнишь. И я сел вот на эту табуреточку. Она стала сзади. И я почувствовал, что я поднимаюсь в воздух. Она мне такую песню поет какую-то. И я поднимаюсь в воздух. Я говорю, это для меня было непонятно. Что действительно левитация была? Да. Она меня держала, чтобы я как бы высоко не поднялся. Потому что я начал уже бояться. Я говорю, я упаду. Она говорит, ничего, не бойся. Вот все то, что я рассказываю, я готов на детекторе лжи повторить. Вы увидите, что это истинная правда. Вы с ней поговорите. И после этого, значит, я с ней начал контачить. Она стала моей космической дочкой. И вообще очень многое могу рассказывать и про нее, и про то, что она мне дала плазму. И то, что она... Но не она дала плазму. А я видел два космических корабля, которые летали в этом самом Санта-Моника-Сити. Один корабль входил в другой. И эти корабли очень многие люди видели. Но мне удалось так сфотографировать их. На другой день я сказал, что я хочу пойти еще раз посмотреть на них. Жене сказала. Она говорит, я не пойду никуда. Можешь сам ехать. Я приехал тогда сам, и кораблей этих не было. Я повернул голову и обомлел. Я ждал эти корабли, обомлел. Она сидит возле меня, моя космическая дочка. Я ее прямо вижу. Она вся в сиянии. Она говорит, я тебе дам плазму. И она исчезла. Когда я посмотрел опять на корабли, она исчезла. И у меня просто вся машина стала светлая. И я взял эту плазму. Она была в каком-то таком сосуде. Положил, у меня была сумка. Я положил туда. Прихожу, и я ей говорю, своей супруге, говорю, посмотри, ты видишь, у меня плазма. Она говорит, я ничего не вижу. Я говорю, ну посмотри внимательно. Нет, я не вижу. И все. То есть ей, видимо, не дано. Но другие люди видят у меня ее. Разные люди. Она и сейчас присутствует. Можно выключить свет. Если кто-то из вас увидит ее, мне будет очень интересно. Но это сделаем потом. А сейчас я вам покажу еще одну очень интересную вещь. Еще была у меня такая встреча интересная. Это вид с горы. С этой я снимал. Потом уже. С этой горы. Вот там внизу открывается вот такое. Очень красиво. А вот я летел на космическом самолете, так, с Израиля. И вдруг я сидел там в бизнес-классе. И вдруг я слышу, встань и пойди к последнему иллюминатору. Я встал и пошел к последнему иллюминатору. Я увидел такое свечение. И оно было рядом с моим самолетом. Видите? И только вы это видели? Это плазменные корабли уже у них есть. которые перелетают в Вселенную за доли секунды. Видите? Они работают на каком-то топливе. Но как они пересекают, они мне не сказали. Ну, дальше было больше. Это вот я вам показываю. Вам это удалось сфотографировать? Да, да, да. Сейчас вам покажу еще одну вещь. Ну, вот, это иллюминатор. Я снял специально, чтобы видели, что я самолета снимал. А теперь я вам покажу очень интересную вещь. Они мне дали очень удивительную монету. Но это произошло уже, наверное, где-то через года три приблизительно после этого. Тоже в Санта-Монике. Они ко мне пришли и сказали, что... А, мне приснился сон, что я стою возле какой-то горы, и я заглядываю, сидит огромный орел. И когда я смотрю с одной стороны, там, со своей левой стороны, я вижу там леса, а с другой стороны монастыри. То есть это как тибетская вещь какая-то. Сейчас я вам покажу. И я проснулся и думаю, что что-то странное. Я выхожу на улицу, и меня какая-то сила ведет вниз к океану. То есть Санта-Моника так расположена, что океан там находится внизу, возле Санта-Моники. Нужно спуститься по лестницам далеко. И я иду, думаю, как же у меня со временем. И меня тянет к морю. Я подошел к морю, и там лежит то, что я говорил. Но увеличить можно, да? Это вот эта сторона. Так? А с другой стороны ничего нет. Но здесь люди, когда держат в руке и смотрят на это, они видят что-то, каждый что-то свое видит. Я вам дам подержать, посмотреть. Сударование. Сударование. Сначала видите, то, что я рассказал. А теперь переверните. И просто смотрите то, что вы видите. Можете просто прокомментировать. Сейчас тишина. Потому что каждый видит что-то свое. Александр, я вас должна горчить. Я не всприимчива. Я ничего не вижу. А вы посмотрите, знаете, как бы, чтобы... Как бы у вас боковое зрение такое. Вот так вы смотрите, а потом как бы отъезжаете немножко глаза. Знаете, как будто компас. Как будто компас. Компас, да? А другие видят мозги, третьи цифры. Там еще какие-то. Все. Да, как будто компас. Вот сейчас, как гора, куда-то выходит вверх. Вот видите, у вас начинается видимость. Уж не инопланетянин ли вы сами? Что-что? Уж не инопланетянин ли вы сами? Нет. А может быть, мы все инопланетяне? Да. Все, просто я понимаю, что мы время задерживаем. Я вам тоже дам посмотреть. Вы сначала здесь посмотрите, а потом... Да, а потом... А вы смотрели, да? Нет, вы сейчас посмотрите. Позвольте еще вопрос тогда задать. Вы знаете, у нас есть человек, мужчина, довольно преклонного возраста. Ну, он достаточно, так сказать, слаб здоровьем, скажем так. И у него... Не говорите, что у него. Если хотите, приведите, я его преддиагностирую. Я говорю о том, что... Понимаете, у нас такая идея. А что, если бы вы начали его лечить и вот работать с ним, скажем так, работать с ним? На расстоянии. Нет, даже не в этом дело. Может быть, его и можно перевести, хотя сейчас в реабилитационном центре. Но вы бы снимали каждый сеанс ваш. И вот именно улучшения, изменения на протяжении всех сеансов, какие вот происходят. Как вы на это смотрите? Это был бы просто мастер-класс в эфире. А где он находится? В Бруклине или в Манхэттене? Нет, он в Бруклине. В Бруклине. Ну, можно попробовать. То есть вы не против, да? Я не против, да. Замечательно. Потому что это, конечно, на глазах, когда будет происходить вот это вот изменение человеческого тела на глазах. Да, это очень интересно. А здесь, я не знаю, это очень трудно увидеть, но я думаю, что вы увидите. Это тоже они мне дали, так? Это их вселенная. Вот это только вот так нужно держать. Видите, здесь такие точечки. Да, да, видно. Я вам могу дать лупу. Видите? Точечки. Вот это черная дыра у них такая тут. А это вот столько планет. И вот если вы перевернете на эту сторону... Ну, тут совершенно ничего нет. Видите, там тоже точечки такие. А, вот, да, вот теперь вижу. Да. И тут тоже черная дыра. Это с противоположной стороны. Почему? Потому что они мне объяснили, что наша экс-хромосома, экс-женская, первичная, она связана именно с тем, что происходит очень интересная вещь. Вот мы находимся, допустим, здесь экс-хромосома, да? Вот она имеет такой вот вид. Да. Допустим. Только она имеет вот такой вид больше. Так? Ну, не важно. Так вот, наша вселенная, она идет вот так вот здесь уменьшается. Здесь она идет так же самое, раскручивается. Здесь находится черная дыра. Вот это вот место. Там, где она уже здесь как бы укорачивается. И отсюда идет. Допустим, тут находится у нас Земля, так, планета. Здесь там, допустим, Юпитер. Тут, допустим, Солнце и так далее. С противоположной стороны то же самое находится. Так же само там Земля. Там, допустим, Юпитер. Солнце. Так? Вот. Так вот, С-хромосома, она появилась за счет того, что с противоположной стороны нашей Вселенной существует такая же Вселенная. И мы удерживаемся за счет того, что мы все время находимся с ней, чтобы... В равновесии. В равновесии. Ну, в относительном. Она за сотни миллионов лет меняет свое, или миллиардов, меняет свое расположение. То есть, если мы находимся здесь внизу, допустим, плюс, то здесь минус. Потом мы получаемся наоборот. Как песочные часы? Нет, это не песочные часы. Это просто она, их галактика, так, их Вселенная, так можно сказать, галактика, она поворачивается. То есть, вот так вот мы поднимаемся вверх и становимся вместо нее. Все равно это все существует. Отсюда возникла экс-хромосома. Поэтому все то, что у нас делается, оно все очень похоже. Вообще, если мы возьмем экс-хромосому, она имеет какой-то вот такой вот вид. Как-то так. Поэтому ее назвали экс-хромосома. А, Y-хромосома, да, каким образом? Что-что? А Y-хромосома тогда? Что-что? Y, да. Y – это уже как бы мутация. Если мы возьмем Y, так, это муская хромосома, так, она немножко не доразвита до конца. Почему? Потому что одно время не существовало мусской хромосомы. А появилась, после женской хромосомы появился гермафродит. То есть это был… Да, да, вы писали об этом. Да, и мужчина, и женщина. В шесть книгах. Да, как бы вместе. Так. А потом уже стала четкая Y-хромосома, она незавершенная. Поэтому мужчина появился намного позже. Они, ученые, подсчитали 137 тысяч лет назад. А я считаю, что 2 миллиона лет назад появилась. Но еще никто четко не знает. Вот. Так что вообще тут все очень интересно. Это вот… Так вот, да. Так что касается этой женщины, да, которая стала моей дочкой… Космической дочкой. Космической дочкой. Она очень-очень здорово разбирается во всех этих вещах, и все. Я с ней переговорю, и надо будет, чтобы вы, может быть, даже встретитесь. Но сейчас она живет в Аризоне. Туда, может быть, она тут будет, так, приедет сюда, так, я с ней поговорю. А может быть, вы с ней, там, по интернету пообщаетесь, как-то, так, чтобы вы могли снять. Так что… А вот что за материалов у вас такое количество? Что-что? Какое количество материалов? Допустим, болезни кожи. Тут все заболевания кожи, какие только есть… Вы имеете в виду вас действием энергетическим или вообще… Вообще, вообще все лекарства только народного происхождения, так, которые есть, так. Это мои книги «Первое и второе откровение», кстати, которые были во сне написаны. Это болезни нервной системы. Тут все входит, то, что связано с нервной системой. Видите, болезни легкие. К каждому, вот, допустим, есть даже такая вещь, которая… Проблемы с печенью, проблемы с почками, так, болезни крови. То есть, все виды проблем с костями. Смотрите, кишечные бактерии способны предотвратить инсульт. Астму у детей связали с кишечными бактериями. Да, они, значит, вы берете… Это моя делала учительница. Виктория Ивановна, она набирала кал, ребенка, ну, в том числе и мой. Разводила в физрастворе и набирала в клизму и процеживала и вводила людям. И у людей восстанавливалась даже при болезни крона, и при онкологии, и при кровотечениях, и все. Вы все не представляете. Очень много. Смотрите, раковым пациента будут пересаживать фекалии. Это я взял из журналов Беру, которые американцы… В общем… Передовые разработки? Это их передовые разработки сейчас. Я еще лечил этими… Фекалиями рекомендовал и туберкулез лечить и так далее. Вот еще интересно. Кошачий паразит может вызвать шизофрению и другие психозаболевания. Что за паразит? Таксоплазма. Врачи не хотят делать тест на эту таксоплазму. Говорят, а, у тебя нету. Рассеянный склероз так же само с этим связан. Теперь смотрите. Пересадка… Это… нет. Старение зависит от кишечных бактерий. Так. Ну, тут дискомфорт желудки… Теперь смотрите. Долголетие таится в кишечнике. А вот еще тут есть одна… Вот, казалось бы, врачи дают людям там всякие антибиотики, пробиотики и все. Так? Да, конечно, если организм здоровый, так, то хорошо. Но если у человека есть херпес и грибок, так, пробиотик не работает. Самый лучший – это чеснок. То есть, помогает при херпесе и грибке. Так? Ну, это известный антисептик. Да. Видите, аллергия сопутствует. Кишечные бактерии помогают лечить гриб. То есть, те же самые фекалии, они помогают лечить гриб. Смотрите, кишечник может производить кровяные клетки. Это просто я взял, так. Тут еще есть одна очень интересная вещь. То есть, я все собираю, то, что может помочь… Видите, херпес может разрушить мозг. Кстати, я уже говорил об этом. Ну, это только… Первое в мире пробиопедическое пиво поставлено в суд общественности. То есть, они выделили из кишечника детей пробиотики, так, и ввели его в пиво. Да. Вот люди пьют это пиво, и это очень полезно. Ну, что, за сколько у вас часов в сутки? 24. Вы уверены? Потому что такое количество материалов собрать, обработать и применять… Может быть, вы способны развивать не только границы пространства, но и время? Я летаю от одной планеты в другой и знаю, что… Смотрите, разыскивается супердонор фекалий. Это не то, что я там придумал. Вот плесень. Так? Самое опасное. И вот, друзья, паразиты – это, естественно. Причина Паркинсона – плесень. То же самое. Паркинсона – плесень. Паркинсона – плесень. Хрубrá, плесень. Причина Паркинсона – плесень. Причина.